Добрый день, уважаемые зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите вашу любимую развлекательную информационную рубрику «Пресс Ботва». Как и прежде, с вами Антон Картошкин, и сегодня я расскажу, на мой взгляд, о наиболее интересных событиях в нашем регионе, которые за прошедшую неделю заметили журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Передовица народной газеты радует глаз победительницы областного конкурса татарских красавиц «Татар Кызы». Ей стало Алсу, Усманова и Старой Кулатки. Всего же в финал областного конкурса прошли семь девушек из разных населенных пунктов Ульяновского региона. Несмотря на то, что это региональный этап, финал конкурса состоится в Узбекистане. Мероприятие в нашей области прошло помпезно и ярко. Зрители были поражены красотой, мудростью и талантом татарских девушек. Каждая из финалисток получила почетное звание конкурса. К примеру, Нелли Нурмухаметова стала обладательницей титула «Очаровательная татар Кызы», а Эгуль Минибаева – «Талантливая татар Кызы». Эльмира Саддинова признана гостеприимной татар Кызы. Более подробно о других очаровательных татарских девушках в рубрике «Фотополоса». Раздел «Средообитание» дает ценные советы дачникам-пенсионерам. Как не сорвать спину или не перегреться на солнышке, а также как одеваться в сезон посева, рассказывает статья «Готовимся к открытию сезона». Отдых на даче приносит массу удовольствия только в том случае, когда соблюдаются все необходимые меры безопасности. Будьте осторожны. Ульяновцы впервые напишут всероссийский музыкальный диктант, который состоится 11 апреля на различных музыкальных площадках региона, главной из которых является губернаторская школа искусств для одаренных детей. Такая бесплатная международная просветительская акция направлена на проверку музыкальной грамотности у населения. Кстати, играть музыкальный диктант для участников будут именитые педагоги-сольфиджисты региона. Это Марина Сурова, Наиля Иналиева, Татьяна Лехтинин и Илья Дербилов. Традиционно в заключении обзора на Народную газету напоминаю про интересный сканворд и телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах Народки. В общественно-политической газете «Ульяновская правда» журналист Олег Долгов сообщает о том, что с 23 по 25 апреля в Ульяновской области пройдет Всероссийский съезд садоводов, основной целью которого станет обмен профессиональным опытом развития садоводческого движения на территории субъектов Российской Федерации. В рамках насыщенной событийной и экспертной программы в поселке Октябрьский Чердоклинского района пройдет Всероссийская акция «Сад Победы». Делегаты, садоводы, огородники и дачники заложат яблоневый сад из 76 деревьев в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее на передовице издания. К национальным изданиям. В 14 номере газеты «Канаж» на чувашском языке можно познакомиться с материалом о чувашском народном коллективе «Эревет», которому в этом году исполняется 35 лет. Первым руководителем ансамбля был заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Косырев. Под его руководством коллектив получил и не раз защищал звание народного. В течение 25 лет он же достойно представлял ульяновскую чувашскую культуру на российском и международном уровнях. Нынешний руководитель коллектива «Заслуженный работник культуры Ульяновской области» Станислав Толстов. Подробнее на страницах национального издания. Главный редактор газеты «Елгат» на мордовском языке Татьяна Меганова проинтервьюировала председателя Межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрия Мишаина. В преддверии Всероссийского дня ирзианского и макшанского языков Юрий Александрович рассказал о том, как организация переживает пандемию и говорит о том, что ульяновцы во многом показывают пример. Очень активно работает ульяновская мордовская национально-культурная автономия. Исполком считает организацию одной из лучших в стране. Пользуясь случаем, Мишанин искренне поблагодарил всех ульяновцев, причастных к мордовской национально-культурной деятельности, и поздравил с предстоящим Всероссийским Днем Мордовских Языков. На этой неделе районы и еженедельники отдыхают, поэтому перехожу сразу к спортивным новостям. Узнаем мы их из еженедельника «Чемпион». Саша Агапа с большой радостью сообщает о том, что 24 апреля состоится долгожданная 77-я областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». В прошлом году впервые многолетнюю непрерывную традицию прервала пандемия, поэтому в нынешнем году она наиболее ожидаема. К эстафетным сражениям вернутся школьники и студенты, учащиеся СУЗов, сотрудники силовых структур, работники предприятий и команды муниципальных образований. Кроме этого, по случаю года детского спорта на территории Ульяновской области состоится первая эстафета среди воспитанников детских садов. Об этом и других спортивных новостях региона подробнее читаем в популярном вестнике «Чемпион». Журналист информационного портала «Луправда.ру» Леша Михайлов рассказывает об открытии выставки «О спорт и мир» в Ульяновском областном художественном музее. Проект организован в Государственном музее спорта в рамках года детского спорта в Ульяновской области. Выставочный проект раскрывает перед посетителями историю отечественного детского спорта в предметах, плакатах, литографиях и картинах. Портал «Медиа-73» сообщает о том, что Ульяновский регион попал в число лучших по показателям выполненных проектов за 2020 год в масштабах нацпроекта «Культура». Особенно востребованным мероприятием проекта «Культурная среда» как части нацпроекта оказалось открытие модельных библиотек. В Ульяновской области это центральная городская специализированная библиотека, центр литературного краеведения имени Гончарова, детские библиотеки в Дмитровграде и Сенгелея. За счет средств нацпроекта впервые комплексно переоснащаются детские школы искусств и колледжи. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю.